Всем привет! Вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта. Меня зовут, здесь, Хоспорт. Мы с вами перешли в четвертую главу. Я подозреваю, что эту главу мы вынуждены будем разбить на две части, потому что у нас сейчас перед нами открылась самая крупная за всю игру локация. То есть у нас отель весь, у нас город, на котором, я напомню, на которой должна состояться выставка, выставка, ярмарка. А это значит, что там будет куча точек, на которых мы сможем как-то действовать. У нас берег пруда и наверху на скале еще канатная дорога и все это дело. Я думаю, что в пещеру мы не вернемся, а вот по всем этим точкам придется пробежаться. Так что давайте. Похоже, веселье в самом разгаре. Видите, то есть уже началась ярмарка. Боюсь, у нас с вами будет очень много дел. Небольшая коллекция кого? Гидринов. Напомню, что мы с вами в прошлой серии узнали, что вот этот чувак, он, значит, из другой вселенной, турист, который оказался случайно здесь без возможности вернуться обратно домой. И он у нашего героя, короче говоря, решил просить помощи, именно поэтому наш герой неожиданно выиграл в лотерею поездку сюда, поэтому он спер у него его диссертацию и так далее. Теперь мы должны ему помочь... А, это фигня, да, я понял. Должны ему помочь вернуться домой. У нас охренительно много... А это липкая зеленая слизь, это твоя кровь? Мое тело расщепляется, из-за чего? Так бывает, когда слишком долго находишься в другом измерении. А, он вообще даже не с другой планеты, а с другого измерения. Тебе больно? Да. Понятно. Это что еще раз? Пара самозатягивающихся... Блин! Крепежных болтов. Окей. Что это за устройство? Излучатель, воздействующий на эктоплазму. А это что за устройство? Гипер... Гиперологическое устройство связи. Окей. Это что такое? Прототип пишущей машинки Валентин, подарок от друга. Хм. Это твое что? Активатор космических потоков. Хрена ты, у тебя тут... Горючий порошок. Межфазный катушечный ключ, квантовый регулятор магнитного потока, соединитель сети передачи данных и ножницы. Хе-хе-хе-хе. И ножницы. Ясно. А это что? Ящик с инструментами, которые я одолжил у Труди. Так-так-так-так-так-так-так-так. Здесь что-то стоит. Пустой сосуд. Может, возьмем? Взяли. Окей. Как меня бесят эти иконки. Вы бы знали. Прямо. Это, я так понимаю, схема. А, ну там отмечено что-то. Ладно. Какая-то хрень. Каркас нашего квантового дискриминатора. Почти закончили. Осталось прикрепить парочку компонентов. Не хватает источника энергии. Также нам нужен хладагент, это я помню, да. И панель управления. И, наконец, ускоритель частиц. Где-то в 67-м, что ли, году. Даже не знаю, с чего начать. Не волнуйся, ты ведь уже все знаешь в теории. М-м-м, да-да-да. Это мы уже слышали. Это что? Органический собиратель. Что бы это ни значило. Ладно, пойдемте исследовать пространство за пределами нашей комнаты. То есть, понимаете, мы с вами пять минут потратили тупо на это. На то, чтобы в своей комнате оглядеться. Если администратора нет, позвоните. Большие кружки кофе подаются только в ресторане. А мы это с вами читали. Что же мы с вами будем делать? Новый эпизод Сумеречной Зоны. А Сумеречная Зона разве была в 67-м году? Не уверен. Ладно. Может быть, что-то в часах? Явно что-то не так. Ладно. Есть в этом что-то поэтическое. Это мы видели все. Посмотрим. Суп какой-то. Фу. Че фу-то? Взял суп. Зачем-то. Типичное блюдо. Хлебные палочки на горниках гавайских, то сырное конопе. То же самое, что в прошлый раз. Выглядит, скажу прямо, неважно. Мне это ни к чему. Это прямая дорога в мусорку. Я уже сделал голосовую запись. Я понял. Все, 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 все. Ясно. Это мы слышали. Ты что, не скажешь новое? Привет, Лини, как делишки? С утра до ночи показывают Сумеречную Зону. Все 12 часов без перерыва. В городе проходит замечательная ярмарка. Не хочешь выйти погулять в реальном мире? Реальный мир тут. Ты что, не видишь? Там продают мороженое и сладкую вату. Я подумаю. Но это потом, а пока надо досмотреть. Внутри электронная лучевая трубка. Она может пригодиться при создании квантового дискриминатора. Девочка получит психологическую травму на всю жизнь, если я разберу ее единственного друга прямо у нее на глазах. Ясно. Нам нужно ее каким-то образом выманить. Отсюда. Заперто. Но у тебя есть набор инструментов. Мог бы открыть, конечно. Она снова завооружена. Ладно, хорошо. Удочку можем вернуть. А можем и не возвращать, мне кажется. Хотя... Может быть нам... Лазарь Тафт. Да, да, знаю такого. Он играет в Доппельков. На мой взгляд, самый настоящий мошенник. Обобрал моих постояльцев до нитки. Подозрительный тип, лучше с ним не связывайтесь. Боюсь, уже поздно. Ясно. У меня возникла идея другая. Я думаю, что мы можем вернуть и удочку. Можно и так сказать. Вот так я, ну, красную селедку поймала. Дорожный чек на сумму. Окей, я понял. Массажера она нам возвращать не собирается. Хорошо. Пойдёмте посмотрим на ярмарку. Я думаю, должно быть прикольно, учитывая то, что все... Вручную собраны декорации. Да, смотрите, классно как. Это что такое? Гер Тангейзер. Прошу, подходите. Здравствуйте. Откуда вы знаете, как меня зовут? Городок у нас маленький. Пенелопа Хадес. Мы с сестрой держим пункт проката лодок на озере. Вот, 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 вот. Главный принцип – прогулка по нашему озеру на целый день. Так, нам нужен билет на её мероприятие. Одной мысли о сладкой ватте меня бросает в дрожь. Редкостная гадость. А это что такое? Это Тир. Мужик отдельно не разговаривает. Он разговаривает только в рамках... В рамках Тира. Какой-то музыкант здесь сидит, видите. Почему-то босой. Терпение, приятель, мы скоро будем готовы. Хорошо. Здорово, дедуля. Как твои дела? Барон. Гертан Гейзер, рад вас видеть взаимно. Как поживает кот? Набирается сил. Мой верный Клаус. Как вам праздник? Огоньки сверкают, играет чудесная музыка. Вот он, мой родной Трюбербрук, во всей своей красе. Ммм, Лазер Тафт. А как же, тот еще бездельник. А вы не подумайте, я против иностранцев ничего не имею, особенно если приезжают отдохнуть в наш славный Трюбербрук. Но этот Гер Тафт мне с самого начала не понравился. Как по мне, с ним лучше дела не иметь. Ммм. Боюсь, уже поздно, да. Да, все это. Так, окей. Что мы еще можем с тобой сделать? Рад встречу с своим любимым котиком Клаусом, ясно. Мы никак не можем с ним взаимодействовать. Жареный миндаль. Пожалуйста. Пожалуй, хватит. Так, здесь ничего не появилось. А, я просто думаю, что можно кому-нибудь из них какую-нибудь вкусняшку сунуть. Подходите, не стесняйтесь. Желаете проверить свою силушку богатырскую? Хм. Я подозреваю, что он ноль выбьет сейчас. Ну, троечка. Не так уж и плохо. Попробуйте попить витаминчиков, ладно? Мой вам совет. В здоровом теле здоровый дух. Это уже, видимо, наши переводчики. Опять троечка? Или еще хуже будет следующая попытка? Та же история, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Я понял. Дай мне, пожалуйста. Почему-то некоторые разговоры нельзя промотать. Некоторые можно, а некоторые нельзя. Подожди. Да, да. А призы есть? Ну, я не думаю, что ты, услышав про призы, лучше будешь. Убить. М-м-м-м-да. Опять эту историю. Витамины. Окей. В смысле, мы можем с виском? Хм-м-м-м-м-м-м-м-м-м. И что? И что? И что произошло сейчас от этого? Ээээ... Может быть, как-то это изменится? я я не знаю это это загадочная история непонятно а зачем мы птиц приманили вообще в принципе подожди свинцовый кубок полину свинцовый кубок что я ничего не понял он морячок и вместо ноги гриф скрипки это не скрипка это виолончель но ты физик тебе не обязательно разбираться красиво тут не так ли весьма до вы же моряк что вы делаете в лесу не так уж сильно я люблю эти моря знаете твердая почва под ногами другое дело уже одеты как самый настоящий моряк ну и что потерял ногу когда работал перевозчиком пианино и хочу вдаваться в подробности но производитель музыкальных инструментов жарятся надо мной подарил мне новую ногу но для того что я в свое время оформил страховку теперь я получаю достойную пенсию по инвалидности наслаждаюсь жизнью вдали от бушующих волн вам повезло или нет не могу определиться таласофобия боязнь воды я понял это еще в детстве в один погожий летний день купался в озере как вдруг дядюшка ульф решил прыгнуть бомбочкой никак не забыл с каким шумом он тогда плюхнулся в воду если честно эта картина до сих пор у меня перед глазами стоит я трачуть не утонул позже я понял именно в тот день меня появилась ужасная боязнь любого водоема глубже лужицы я тоже испугался почему вы стали моряком раз боитесь воды я и сам задаюсь этим вопросом моя матушка сказал что только так я смогу перебороть свой страх потому-то я и пошел в моряки интересно представьте себя на моем месте получено достижение norwegian скол ю ларс не понял ладно так ну смотрите здесь ларек этот открылся мороженое от ханса напомню обожал его в детстве до этого тоже помним все прокат водных велосипедов рыболовной принадлежности понятно но он кстати обратите внимание работает но все еще нихрена не кликабель никаким местом вообще прокат водных велосипедов 1 час 1 марка вот что такое что-то лежит лотерейный билет сегодня мне точно повезет дерево а зачем вороны оттуда сюда перелетят что а зачем и чего мы этим добились я не понял клён белый или псевдоплатановый да это мы помним мигающий уличный фонарь отличный пример светового загрязнения среды камыш обратите внимание больше не доступен хорошо но мы взяли лотерейный билет сейчас пойдем его сдавать нам сто процентов повезет а вот там что ближайший город в 1000 миль отсюда но это невозможно подожди даже не знаю куда идти это что за прикол серьезно ясно так а это что ну скажи что нибудь про ворону беверли считается что представители семейства врановых общительные умные птицы недавно мне довелось познакомиться с телой стаи этих замечательных пернатых иногда я мечтаю стать такими же как они ах если бы я только мог улететь на юг вместе с ними интересно они бы приняли меня в свою стаю да но это прям агент купер конечно агент купер ой кажется я перекормил хрена себе я кажется понял но это же жесть это же идиотизм я я понял прошу подходите обратите внимание все билеты выигрышных пустых нет главный приз прогулка по озеру окей у меня есть билетик смотрите я нашел билет гляньте-ка а вы счастливчик оказывается посмотрим что у вас сегодня ждет вот ваш приз банка кошачьего корма общество трубербургских рекламодателей ура спасибо на здоровье у меня даже кота нет женщина ладно я так думаю что теперь мы сможем да ты можешь пройти или нет а сможем победить вот здесь знаете с помощью кого с помощью откормленных нами птиц а это идиотизм просто просто кончено идиотизм если честно смотрите жирные какие стали я надеюсь я правильно рассуждаю я не стесняюсь давай накрут птица ваша очередь с птицей нет походу что-то мы не доделали слышите птицы вы меня разочаровываете между прочим то я надеялся на птиц ладно значит не такой идиотизм давайте поговорим с нашим дедом я думаю что раз у нас банка корма значит нам нужно участвовал в лотарее я видел пару походных ботинок как прикажете мне ими пользоваться хертон гейзер судя по всему любите путешествовать может быть удача улыбнулся вам вот что я выиграл а это кошачий корм да спрашиваю не для себя для своего друга кота клауса может поменяемся бать пару ботинок сорок пятого размера давай носите с удовольствием я подозреваю что носить то мы их не будем так давайте посмотрим что у вас есть мерзкий суп свисток ботинки банка пустая кайло все еще есть вот это какая-то хрень с написано 19 не знаю это может быть деньги я думаю что ему очень нужны ботинки ведь он бастой я смехну на курсов петлист дайте сперва дойду до нужной кондиции я не могу на нем ничего использовать в общем проблема но птицы не активны и нельзя взаимодействовать с ними лучше меня что меня смущает я венка выиграли в лотерею что есть выиграли билет на водную прогулку господи всей душой ненавижу воду а вы пару походных ботинок правда не слишком велики для меня так так давай меня сочетаю это уже мы слышали но я на всякий случай но ботинки ты ему вряд ли нужны его одна нога а что ему может быть нужно с кем же нам поговорить нам вот у этого надо что-то вы менять явно но только вопрос что и как ну понятно давайте наверх сходим посмотрим что там вот так я себе примерно не мог и представляю если честно а но у нее кстати ботинка не хватает смотрите чудный вечерок для прогулки не так ли мрачновато чувствуете запах так пахнет ель да нет он закурил ели пихты сосны я всегда с трудом различал хвойные деревья почему то именно именно хвойные деревья ели любят пронзать пихты лишь щекотать пихта по-немецки данны это почти что мое имя никогда не задумывался а как вас зовут тангейзер мы произносим это имя как танхойзер с умляутом немецкие корни по дедушке ты сейчас куда сигу бросил извини а то уж больно они теряться любят все зовут их пихтовыми шишками на самом деле это еловые шишки вы знали об этом с чего вы так решили когда пихтовые шишки падают с деревьев они разлетаются на кусочки а еловые остаются целыми и невредимыми видите как много того что мы не замечаем вы местный нет приезжий пытаюсь привыкнуть я тоже не здесь приехал сюда полюбоваться природой я так понимаю нам нужно с ней очень долго разговаривать сигареты не спасибо я бросила на собственном опыте убедился что местный климат творит чудеса я хочу тебе ботинки дать а зачем вы приехали сюда еще и совсем одна надоела городская суета я заядлая путешественница всю жизнь провожу в дороге походы все такое а так я видел выиграли в лотерею да решила попытать счастье досталась какая-то табакерка к тому же табакерка нужна как рыбий зонтик а вы пара походных ботинок может обменяемся давай знакомы с местными многих знаю да и сюда каждый год приезжают туристка комсомолок просто красавец лазертафт да интересный парень однажды он разгромил меня в пух и прах в доппель кофе никто точно не знает откуда он приехал и зачем говорят он купил старый особняк в лесу на выигранные деньги о это я так чувствую наша одна из следующих локаций в городе он бывает не часто ничего удивительно учитывая как местные любят распускать всякие слухи ну и пусть все болтают я вам так скажу решили передохнуть потеряла свои походные ботинки соскользнули упали в пропасть но мы тебя только что да подогнали ботинки мне кажется все мы бродим в темноте пытаемся найти хоть какой-то смысл обратите внимание мы с вами тоже в темноте оказываемся после каждой серии но вообще я должен сказать что это такой очень линчевский диалог был жизненный кризис что вы вовсе нет просто я многое переосмыслила вот и все интересно переосмыслила именно переосмыслила да ну хорошо еще раз спасибо пожалуйста можно снова отправиться в путь прощайте обратите внимание на одну инсайт получено достижение обратите внимание на одну вещь интересную они по-немецки все равно говорят окей это занимательно интересно а мы можем я заметил одно искал шестиугольник это логотип миллилениум кооператив это фоксов а нот вот лисы не то чем кажется ладно извините я все еще переживаю это замечательное бэверли я совершил удивительную находку оказывается единственно в городе телефонная будка ничто иное как тайный проход который ведет прямиком в центр управления миллениум кооператив все еще переживаю то что отсылки в этой игре к твин пиксу они несколько я бы даже сказал больше чем отсылки это уже какой то войти в портал с пустыми руками не вариант это уже больше чем отсылка это уже как будто знаете так приглашение во вселенную твин пикса обратите внимание там звезды с неба падают посмотрите какой кошмар апокалипсис какой то не вы гляньте правда это че такое потрясающий вид на долину с площадки опираюсь на ржавые перила подставляю лицо ветру мальчик мой взгляд блуждает по вершинам горы противоположного берега вдыхает и выдыхает забавно а но здесь только запись вся долина как на ладони того берега отсюда не видно остается только догадываться что там ты же только что сказал что сможет на противоположный берег это что телескоп можно разглядеть противоположный берег озера так нужно бросить монетку у нас есть монетка метеор полис достижения на другом берегу упал метеор это все а мы как то можем здесь с этим взаимодействовать нет просто смотрим что там метеор больше я на этой штуке не поеду я тоже не стал на твоем месте конечно но я думаю нам все сказала ну и все здесь мы закончили она нам что-то дала какую какие-то травы я понятия не имею что это такое честно говоря блин вот здесь вот очень сложно пройти потому что до ближайшей точки где можно ходить далеко а хочешь травы вопрос о лотереи выиграли что-нибудь билет на водную прогулку да 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 это мы слышали а вы махорка это махорка может обменяемся что вы хотите мне предложить хотите отдам вам свой билет билет на водную прогулку да конечно хочу да ес так билет получили хорошо что с птицами делать пока не понял мы их вызываем но это не особо помогает а ты куда пошел то а чё ты сюда пришел я здесь нажал странный товарищ мы тут делать нечего это детский тир ну это зря конечно а давайте еще раз с музыкантом поговорим если он опять заговнится да ну значит пойдемте обменивать билет каким-то образом ну я правда там лодки не видел что-то так так подожди но меня же билет есть я же есть билет да есть видимо не к ней что довольно странно ясно ясно да так ну птицы да у нас остались птицы и прогулки а ты здесь теперь а как ты быстрее это психованная белка или что это но видите он ему плохо надувная игрушка видим птирана дона летающего динозавра давай хорошо поговорим здравствуй дорогуши добрый вечер сколько стоит надувная игрушка нисколько забирайте сезон все равно закончился что-то мне подсказывает что в следующем году динозавры выйдут из моды ставлю на инопланетян да почему бы и нет так подожди забирай блин какие дебильные иконки господи ладно выиграл поездку в лотерею знаю знаю откуда сестра мне сказала сегодня она работала работает а так вы сестры ну типа я теперь могу им воспользоваться видимо но он же сломан лодка непригодна для плавания в носу пробоина грибного колеса и вовсе нет починить мы ее не можем по какой-то причине что-то я у меня начинают заканчиваться варианты птицы опять худые это я помню да 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 так а что же нам то сделать теперь с этим здесь только запись я их зову они прилетают чудненько но это чудненько конечно нам это ничем не поможет здесь только разговор нам нужно как-то эту лодку починить я так думаю но как задачка не из легких конечно да извините не туда ткнул случайно случайно переключился на другую запись в обыске ладно ахой да так что же нам мы будем делать но призовем птиц сюда да мне кажется нам чего-то не хватает какого-то может быть предмета может быть ну смотрите на птицах нет активной области динайма шантман а стран айпу да вот эта загадка может у него еще что то есть у него ничего нету этого тоже детский тир здесь мы все это самое а подождите мы можем сюда птиц зачем-то пригнать может быть трусы забрать они может сядут сюда и а а а вот она что ясно они сейчас испортит сигнал они вообще тарелку сломали а ну кыш негодники окно моего номера да это мы знаем птицы опять неактивны но зато девочку можно отправить поесть сахарной ваты я так думаю а а девочки здесь уже и нет вытаскиваю лт вытаскивай да понадобится специальный инструмент так у меня же есть инструмент лимит полный тихий даст они про он он и раз критики а где я тебе его возьму то а а а а и ладно а инструмент где был инструмент мне кажется и кажется где-то же был инструмент я же помню может быть здесь хоть ножницы бы взял ну чё ты что здесь похоже на инструмент вообще вот ящик с инструментами ну так возьми что ты как а чё ты не можешь его взять но может с тобой поговорим а что тебя инструмент есть я что-то начал каждый чувствует он себя не очень это понятно ладно не понимаю где мой инструмент возьмем больше может быть здесь но для этого нужно ключ где взять ключ я честно говоря не знаю да загадочная история конечно загадочная птицы свое дело я так понимаю сделали блин возьми ты возьми ружье конкурента станет я смею на курсов блин а как может быть туда птиц нужно приманить прям даже не знаю там вон трубка какая-то внизу видите на стене висит почему-то вот именно этот диалог не скипается не знаю почему хе 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 да свинцовый кубок я понимаю может быть приманить птиц туда и выстрелить я не знаю что что от этого изменится но зачем-то вот эта штука здесь есть же тир мы взаимодействуем со всеми штуками кроме вот этой сладкой ваты и вот этого да загадка за гадонька ладно какая скрипка такого размера несешь то возьми белку что ли я не знаю нихрена себе поворот нихрена себе поворот я вам хочу сказать то есть до этого он сюда не шел а теперь вдруг пошел я просто в шоке сейчас вот прям вот реально кто ж так делает беверли оказывается я заблуждался когда думал что здешние края чисты и нетронуты прямо посреди леса я обнаружил свалку которая судя по всему местные устроили тут уже давно интересно насколько бессовестным нужно быть чтобы так поступить ну вот настолько это что это наверно сгодится за колесо может ну это как такая знаете довольно глупая идея не приближаться доставка посылок и продуктов свистните два раза положите посылку на коврик и покиньте территорию как они бабу опаньки рекламу не оставлять о да клаус там живет клаус на дереве серьезно ни хрена ты силач я тебе скажу а говоришь не можешь молотком ударить блин классная декорация мне очень нравится слам был сламбер морал энд геррет пейпер сплис получен достижение мы видим их собрали все газеты идеальное место для скамейки разве я не имею права сорвать и яблочко полезли выше блин вот это анекдот конечно анекдот человек и белка попался это частная собственность и ты получается находишься на моей территории зря ты парень сунул сюда свой нос не хотел вас потревожить знак видел вы имеете ввиду не приближаться или вход воспрещен очень смешно я тебя насквозь вижу ты один из них признавайся один из них опять 25 говорю в последний раз никакой я не инопланетянин уж не знаю что вы там себе придумали инопланетянин умничать вздумал что ли вовсе нет сэр но если вы собрались подвергнуть меня испытаниям позвольте сперва сказать что все вы федералы скоро окончательно выведите меня из себя федералы я уже говорил вам только не в мою смену имя и звание солдат из цру бнд гру фбр анб выкладывай я зовут тангейзер я квантовый физик приехал сюда на отдых ложь просто куром нас на говори правду или я ну чё молчишь почему так много мусора ладно пожалуй ты прав никакой ты не разведчик потому что лгать совершенно не умеешь что ты здесь делаешь рассказывай до мельчайших подробностей и только правда все началось несколько недель назад когда я получил извещение о том что выиграл путешествие в европу то есть он все таки живет в сша тетушка лотти убедила меня сказав что такой шанс нельзя упускать что я смогу найти своих дальних родственников и что я заслужил отдых после прибытия в берлин началось моё путешествие он решил ему все рассказать видео он так я оказался здесь интересная история дурацкая до невозможности но я тебе верю что касается компании миллениум кооператив мне всегда казалось что они темнят хорошо пока забегайте как-нибудь я вам и не такое расскажу а чё ты мне рассказал кстати меня зовут лестинг так белка что случилось с вашей белкой это мой друг соня он любит спать кто же кто же не любит спать ты лишил бедного мужика электричество только что слышит лампочка работает на экологически чистой энергии ветра да и ты ее сломал падла ну ладно вроде как не прокомментировал пейзаж напоминает мне родном доме хорошо это чертежи бункера детальные странно список покупок пайки консервы фольга журналы а ну фоня иллюстрирует я помню что случилось любопытный варвары не хочу рисковать опять наши переводчики видимо туба бас чур меня медь это мой личный сорт криптонита а с кожной аллергии как известно шутки плохи так хорошо мы здесь получается все осмотрели я уже знаю куда применить ветряк ганстенгейзер очень смешно портал сатурна а как же теоретический портал сатурна своего рода межпространственные врата врата которые ведут к звездам перепутье другими словами или точка пересечения в пространстве времени где-то я это уже слышал миллениум кооператив кучка влиятельных людей тайное общество как вольные каменщики и иллюминаты у тебя на груди значок висит они втайне повелевают миром и заставляют президентов разных стран плясать под свою дудку уверен они что-то прячут в горах вот увидите я окажусь прав вы судя по всему побывали в самых глубинах кроличьи нары естественно посмотрите на древние песни на шумеров или вавилонян там будет рисунок который слышишь гул хватит не надо остановитесь прошу они пытаются свести меня с ума при помощи радиоактивного излучения короче это такой же персонаж как в анфосин инсиденс художник если помните ягра игра очень похожа несмотря на то что от разных производителей почему здесь федералы считают что я представляю угрозу поэтому меня признали невменяемым упекли в лечебнице но это еще было все времена к она была действительно лечебница до кооператива когда все полетело к чертям я понял что таким как я не место в обществе такие как я должна исчезнуть залечь на дно мы будем бороться до тех пор пока не пробьет наш час я понял давай дай спустись ты уж так хорошо мы взяли винт это винт для катамарана у него еще днище пробита надо чем-то надо его это сам получается укрепить здесь мы взяли колесо она наверное но все давайте он на свисток применять я вернемся к катамарану посмотрим можем ли мы что-то с ним сделать экологическая катастрофа по меньшей мере средних масштабов ну хорошо ладно возвращаемся я не знаю чем мы этим сделали если честно сюда применить ни хрена нельзя может быть птиц надо везде типа покормить прям вот везде чтобы они обожрались не знаю у меня нет ни единой мысли на сей счет да не хотелось бы честно говоря останавливаться на такой никакой ноте в смысле как бы мы в итоге то ничего не нет но мы обнаружили хрен ли мы и мы ни хрена не обнаружили электронную лучевую трубку не забрали его нужен специальный инструмент грибное колесо это для катамарана черт его знает вот прям я не знаю что может помочь здесь нормально ударить честно говоря кроме чуда так давайте думать сейчас а мы с ней поговорить можем еще меня смущается эта история здравствуй дорогуша добрый вечер обнаружил пробоина в нем пробоина грибное колесо тоже в плохом состоянии боюсь других у нас нет его братья уже стоят сухом доки может быть вы можете помочь мне починить его к сожалению не могу сейчас отойти отсюда конечно давайте тут на лайтвинге стрейт антича и шаби и нэн куча инфян гансе спорта нэн дэч ваза ничма обычном так вот вот окей пошли мне правда кажется что он должно быть три при больше предметов они должны объединиться в одну секцию ну давайте попробуем так я надеюсь что мы с вами починим выплывем выплыв выплывем наружу и после этого уже да жутковато леденящая кровь мест ну что товарищи здесь мы с вами и остановимся продолжение в следующий раз подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был хоспорт вы были на секретной космической станции хоспорта пока а